В России работают за еду. Эта статья расходов в бюджете средней семьи составляет около 20 тысяч рублей, то есть примерно треть. Таковы результаты исследования социологической службы РАМИР. В РАНХИКСЕ насчитали, что четверть трудоспособных граждан тратят на еду половину заработанного. Беларусь досрочно очистила свою трубу от загрязненной нефти из России. Об этом отчитался оператор нефтепровода Гомель Транснефт Дружба. Поставки были приостановлены в конце апреля. Из-за мошенничества такую причину назвали в Транснефте, пострадали крупнейшие экспортеры, виновных ловят. Замглавы администрации Зеленского пообещал скорый обмен пленными между Россией и Украиной. По словам Пристайка, это произойдет в течение месяца. Договаривались дипломаты в Париже. Схема 10 на 10 или 15 на 15. Китай растет всего на 6,2%. Это самый низкий показатель для его экономики с 92-го года. Больше чем на процент упал экспорт, что связывает с торговыми войнами. Трамп отметил выход такой статистики радостными твитами. Твиттерным фонтаном из Белого дома окатило и Конгресс, точнее его левое крыло. Трамп пишет заглавными буквами, кому здесь не нравится, уезжайте, мы никогда не будем социалистической страной. Высказывания адресованы конгрессменшем Акасио Кортес, Тлаиб и Пресли, выступающим против массовых депортаций. Заодно Трамп обвинил всех троих в антисемитизме. Гонконг продолжает лихорадить. На сей раз протесты переместились в район Шатин, границы с материковым Китаем. Демонстранты не боятся столкновений, ведь многие судьи в Гонконге иностранцы. 11 полицейских ранен, одному в потасовке отгрызли палец, другому отрезали кусачками. В соцсетях обсуждают планы окружить армейскую казарму. Сотрудники сетевого гиганта Amazon встречают глобальный день распродаж Amazon Prime акциями протеста и забастовками в Германии, Испании, Великобритании и США. Лозунг «Мы люди, а не роботы» – повод за предельные нормы выработки и низкая оплата. Состояние хозяина, Амазон Безоса – 230 миллиардов. На днях в королевской ложе Уимблдона он отметил развод поцелуями с новой спутницей. Итальянская полиция задержала трех националистов при попытке продать ракету «Воздух-воздух». Один имел отношение к националистической партии Форца Нуова. Изъято 26 стволов, 20 штыков, 800 патронов. Символика Третьего рейха. Редактор субтитров А.Семкин